Мы едем в сам город, это Махеттан. Вот с этого моста, напомню, что-то было связанное с фильмом «Один дома». Классный день, замечательный Централ Парк. Мы нашли интересную полицейскую машину. То есть собрали толпу людей, собрали деньги, и он просто перепрыгнул. Ну, было весело. Почти на самом выходе из парка увидели украинский флаг. Идем посмотрим, что это, с чем это связано. Знаешь, наверное, украинский флаг повесили рядом с Канузе ТВПК. Это так, как символ, что у украинцев стальные яйца. Такое вот оно утром. Позатракали, пришли постреливать на вот такие вот виды. И сейчас будем выдвигаться в пешеходную экскурсию по городу. Наше проживание в гостинице было завершено. Все, мы едем в сам город. Это Манхэттен. Мы в Манхэттене, между прочим. Да, я неправильно сказал. Нью-Йорк-таун. Мы в Манхэттене. Такой вот у нас замечательный Манхэттен. Это не Манхэттен. Это не Манхэттен. Мы едем в Централ Парк. После Централ Парка хочется попасть в Мемориал 9-11. Действуем по обстоятельствам. Все, что придумывается, то и делается. Действуем по обстоятельствам. Как видите, эти самые Homo sapiens лезут во всякие камни и делают потом фотосессии. Я Николай Дроздов. И сегодня мы с вами поговорим о селфи в условиях их естественной среды обитания. Утка обыкновенная. Хотя для нас натуралистов, каждый особь необыкновенный и неповторимый. Слушай, так это ж удивительно. Это Алиса и страны чудес. Вот с этого моста, напомню, что-то было связанное с фильмом «Один дома», по-моему. Что-то он тут бросал. Величие и могущество. Классный день. Замечательный Централ парк. Немножко мы еще не доехали до всех точек, которые хотели. Но слишком большой Нью-Йорк, слишком большой Манхэттен. Несмотря на то, что это остров на карте. Он слишком большой. Слишком много есть, что на нем изучить, увидеть, посмотреть. Нью-Йорк пост, Нью-Йорк магазин, the Нью-Йорк мэтс. Мы нашли интересную информацию. Интересную полицейскую машину. Нью-Йорк, Нью-Йорк, полис департнер, Централ парк. Такое вот интересное средство передвижения по парку. То есть собрали толпу людей, собрали деньги, и он просто перепрыгнул. Ну, было весело-весело за счет этих ведущих. Знаешь, что интересно? Вот помимо того, что есть биотуалеты, есть где помыть руки. Такая тоже биоштука и мыльница. Здесь мусор сортируют. Есть трэш, трэш это food waste, так что не подлежит рецайклу. Канц это железные банки. И по идее это бутылки, скорее всего. И newspaper, бумага. То есть чистая бумага, железные банки, бутылки. И трэш. Трэш это вот стаканчик с под кофе, с остатками кофе. Бумага с остатками еды. То есть это не рецайкл. Рецайкл идет в железные бутылки и бумага. Ну реально очень красиво. А мы покидаем парк. Пока красный свет горит, но никого нету. Мы перебежим через эту дорогу. Почти уже выбрались из этого парка. Почти на самом выходе из парка увидели украинский флаг. Идем посмотрим, что это, с чем это связано. Потому что флаг большой. Ребят, гитара. Все пожертвованы на украинскую армию. Разрушенным городам Украины необходимо поддержку. Без понятия, сколько времени мы провели в этом парке. Часа 3-4. Мы вроде в 10 утра уже были здесь, сейчас 2. Это, грубо говоря, 4 часа мы провели в этом парке. Мы рассмотрели все вокруг до около. Мы посмотрели на такие вот высотки. Как это небоскребы. Насколько бы сильно не развивалась технология, люди всегда стремятся вернуться в дикую природу. Мы might have to release Peter back into the wild. Насчет парковки. Вот еще такой момент. Вот там, где видишь желтый бордюр, парковка запрещена. Там, где видишь гидрант, парковка запрещена. Желтый бордюр. Это говорит о том, что это файер-эреа, файер-стейшн-эреа, зона для пожарной машины. Поэтому, видишь, все парковки, все свободные места, абсолютно все забитые. Только возле гидранта очень много места. Это говорит о том, что здесь нельзя парковаться. И люди об этом знают. Вот нарушительные вот такие вот холдеры на колесах. Давай посмотрим, почему ему всунули холдер. Припарковался прямо под знаком, на котором написано «не парковаться». О, смотри, какая красота. Мне начинается такой пожарной лестнице. Обратите внимание, что дома разных цветов и размеров, между прочим. Кстати, еще видишь, этажность. Нужна 4 этажа, здесь, допустим, 6. В целях экономии места, в Нью-Йорке, в Манхэттене, дома пристраивались рядышком, один возле другого, один возле другого. Таким образом формировалось улице. Поэтому они разные архитектуры, ну как-то, дизайны. И, в принципе, достаточно интересно получили итоги. Вот, видишь, вот школа при церкви. Дневная школа. Есть, как бы, первый этаж, а есть так называемый цокольный. То есть там тоже могут быть квартиры, либо офисы. То есть это помещение тоже вот сдается. Такие вот, в принципе. Здесь подобное, я вижу, даже файл систем. Здесь вот квартиры, наверное, 137. Офис 139. Деревья, да, подстройка. Но для деревьев они оставили нетронутые. И вот там вот деревья повыше, они сделали специальное отверстие в своих перекрытиях, для того, чтобы не повредить. Мы добрались до мемориалов. Мы выяснили, где возле кого стоит плажок, либо цветочек. Этого них сегодня могло бы быть наблюдение. Мы находимся на территории. Здесь вот есть музей 9-11. Билет стоит 28 долларов. Но вопрос даже не в билете, вопрос в очереди, который нужно выставить. То есть спускают... Ну, видишь, стоят две очереди. Это очередь первая, которая, видишь, не двигаться. Это очередь на покупку билета. А вот это вторая очередь на вход в музей. Прикольная такая арт-зона в торговый центр. Украинский флаг. Здесь прям под флагом. Бэкарага. Все лезут на эту фотозону. Смотри, какая очередь на фотозону. Ты знаешь, наверное, украинский флаг повесили рядышком возле ТОПК. Это как символ, что у украинцев стальные яйца. Я без понятия, кому это памятник, кто это и что это, зачем это. Но посмотри, какой он прикольный. Сегодня у нас на обед килогольфов, шестейк. Мы сегодня погуляли по Манхэттену, в Централ Парк. Потом мы были в Мемориал, 9-11. Потом мы нашли БК. И покушали местной колоритной еды. Все, на этом все. Подобьем, разве что, подсчеты. Гостиница вышла 277 долларов. Дороговато, очень дороговато. Но ты видел, какие виды из окна? Блин, это было круто, согласись. Покушали мы на долларов 30 и 270 долларов гостиница. Так что все, very good.